Субтитры создавал DimaTorzok Этот праздник очень важен для всех нас. Однако, к сожалению, сегодня тема отнюдь не праздничная, но очень актуальная. Она касается общественного транспорта. И сегодня мы поговорим об этом с нашими гостями в студии. Ну а сегодня к нам в гости пришли люди, которые неравнодушны к нашей теме и имеют непосредственное к ней отношение. Прежде всего, это Осилий Сингалиева, менеджер по работе с клиентами компании Кастрансервис. Алмаз Нариманович Ахошев, заведующий сектором пассажирского транспорта Акимата города Уральск. Оскар Загиевич Муканов, руководитель ассоциации перевозчиков города. И Алена Шляпина, житель города. Всех я вас приветствую. Первый вопрос к вам такой, Алмаз Нариманович. Ну, какие вот сейчас изменения основные на транспорте? Ну, сейчас в первую очередь хочу поздравить всех казахстанцев с наступающим праздником, с Днем Независимости. Вопрос по изменению транспорта. Вы как знаете, в ноябре, в ноябре текущего года были изменены схемы движения 13 маршрутов в связи с закрытием моста Омега. Изменения на 13 маршрутах это 3, 3, 4, 6, 7, 49, 53, также и 35 маршруты. Вот маршруты, данные эти маршруты. Эти изменения были в течение года по транспорту. Ну, все это прежде всего связано, можно сказать, повод хороший, да, то, что путепровод будет ремонтироваться. Реконструкция, да. Ну, многие жители, конечно же, должны проявить терпение, да, как призывали и власти города. Просим терпения и понять, потому что сами видят, что идет ремонт моста этого. Ну да, явление временно, действительно, стоит потерпеть. Однако, к сожалению, сегодня мы почему и собрались, что не у всех жителей хватает понимания, либо терпения в связи с тем, что проводятся такие работы. Вот, и вот Алена Шляпина, как раз житель поселка Деркул, это близ города, мы все знаем, и добирается на работу по своим делам, как может. Вот расскажите, Алена, свою историю. Честно сказать, очень тяжело. В связи с тем, что закрылся мост, мы добираемся час, а то и полтора, вот я лично, я предприниматель, то есть у меня свой бизнес, да, я добираюсь до города полтора часа, невозможно. И потом сейчас поменяли автобусы, да, убрали там какие-то пазики, прибавили, сказали, что купили новые автобусы, но купили опять же не то, потому что невозможно туда вообще залезть утром. В течение дня, там разостроились вот эти ПДПшники, очень много народу. Пустили вот сейчас большие автобусы, как вот на пятерке ходят же, вот. И то даже там места не хватает. Мне вообще кажется, что нужно прибавить все-таки автобусов, потому что они же частники тоже. Они выезжают, когда захотел, тогда я выехал, контроля на день нет. Почему нет контроля? Это так, действительно, потому что ждешь, бывает по полчаса нет у автобуса. Разборишь диспетчеру, хорошо мы разберемся, но обратной связи никакой. Хорошо, до того, как закрыли мост, который явился, по вашим словам, причиной, до этого стабильно все было, нормально работало? Как по времени вы добирались? Долго? Ну, 40 минут, как оно, в принципе, да, как оно и должно было быть. Вот, но опять же, я говорю, просто битком, я удивляюсь, да, вот езжу с детьми, мне вот прям жалко их. Старые люди ездят. Просто невозможно залезть в автобус. Ни в дом, ни утром, ни вечером. И не сделайте побольше, интервал поменьше, да, чтобы был. Или, я не знаю, просто, честно говорю, невозможно добираться. А, Мастер Риманович, ну что мы скажем, чтобы жители все-таки потерпели до реконструкции, либо можно пустить дополнительный автобус? Вы знаете, вот, до закрытия моста, вы из какого района будете? Умут. Умут, да? Вот, до закрытия моста мы с руководителем автобусного парка Ахжол в Агапе выезжали на утренний выезд. Да, это жалоба была, да, действительно. Мы выехали часов где-то с 7 ближе утра, там, первый выход, посмотрели, действительно, люди не влезли туда. Да, второй выход также поехал, он пустой поехал, забился сразу же. После этого, после, как бы, после выезда мы добавили два автобуса туда. То есть было 8-10 автобусов, ну, согласитесь, таких было, 10 автобусов добавили. Интервал до этого был 25 минут, после этого стало 19-20 минут интервал стал. После добавления двух автобусов интервал стал 20-20. Ничего не изменилось, вот я, допустим, я не езжу вообще на Умите, я хожу на Семерку, потому что невозможно туда залезть. Ну, вы таки на Семерке же ездите, Семерка туда ездит, на Умут этот добавить. Я имею в виду, есть же Умитовский автобус, а есть просто Семерка. Есть Деркуловский автобус. Хорошо, давайте, разрешите, добавим. Мы соединим, да, вот. Я хочу сказать, что во всем мире существует такое понятие, как час-пик. Даже возьмем такую высокоразвитую страну, как Япония. Откройте интернет, посмотрите в Ютубе. Там в токийском метро стоят специально обученные люди, которые силком людей впихивают в вагоны метро. У нас тоже. Господи, можно ли? Как в час-пик. Как во всей стране. И в нашей столице Астана, Алматы, Москва и прочие города, везде существует час-пик. Час-пик, понятно. Если вы опаздываете на работу, просто рекомендация, выйдите на полчаса пораньше, автобус будет более полупустой. И все. Час-пик проходит, автобусы нормально движутся, люди нормально садятся, и вот все. Никаких проблем нет. Это во всем мире существует такая проблема. Хорошо, Аскар Зайгевич, вот вас, можно сказать, образно говоря, прислали перевозчики, потому что вы представляете их интересы, защищаете права перевозчиков. И скажите, пожалуйста, вот насколько все-таки часто жители вот так вот сетуют, обращаются к вам? Как вы решаете данный вопрос перевозчикам? Ну, здесь немножко функция нашей ассоциации немножко другая. Вот мы, как ассоциация, с гражданами, с людьми не работаем. Мы работаем с перевозчиками, с исполнительными органами, с контролирующими органами и прочее. Потому что проблем у перевозчиков существует очень много, вот поэтому ассоциации призваны защищать интересы перевозчиков. Хорошо, вы защищаете их интересы, да? Правильно. Но скажите, все-таки при этом они к вам же тоже обращаются с тем, что вот, например, жалобы какие-то, транспорта не хватает, дотации не хватает. Да. Буквально летом об этом говорили. Что не на что, хотели бы развернуться, но не на что. У перевозчиков проблем очень много. Одна из важнейших и наипервейших проблем – это субсидии со стороны государства. Это наипервейший проблем. Субсидии, они прописаны в законе об автомобильном транспорте, в правилах перевозки пассажиров и багажа. Однако субсидии перевозчики в полном объеме не получают. Ну, это понятное дело, что в бюджете не предусмотрено и нет таких денег. По прошлому году субсидии должны получить порядка трех миллиардов тенге. Вот было получено, субсидии выплачены где-то порядка, ну, где-то около 260-270 тысяч, а, миллионов тенге, да, выплачено. Но, однако же, несмотря на все это, перевозчики вот в этом году приобрели новые автобусы, которые сейчас наши жители видят, которые сейчас ходят по маршрутам города. И выполняют свои задачи. Да, выполняют свои задачи. В ближайшее время планируется, значит, еще одним перевозчиком еще 7 автобусов приобрести, но это уже в новом году. Вот, несмотря на все трудности, они работают, приобретают автобусы. Вот сейчас вводится новая система электронного лабиритирования. Постепенно, постепенно она... Ну, о новой системе, конечно же, поговорим, да, Оскар Зайгевич? Но вот жители все же при этом недовольны. Может, им тоже свою ассоциацию создать, объединиться? Это право любого гражданина Республики Казахстан. Пусть объединяются, кто против. Да, потом такой... Будем совместно с ними работать. Такой потом неприятный вопрос. Такой вот немного неприятный вопрос для жителей, который вы сами поднимали нашим журналистам буквально летом, что автобусы, та оплата за автобусы, она за проезд не окупает себя, и не хватает на ремонт, не хватает на содержание автопарков. Ну, смотрите... Давайте нашу Алену напугаем. Вы говорите, что нужно поднять проезд. Вот с самого начала... С начала года, вот по сегодняшний день, цены на дизельное топливо возросли на 30-35%. В цену билета, вот 80-е, которые оплачивают жители, в цену билета, это стоимость топлива где-то порядка 40%. Там стоимость топлива заложена. Вот и считайте. Правильно ведь? Поэтому, в связи с этим, у них очень тяжелое положение. Поэтому не надо на перевозчиков там сильно обижаться или прочее. Они из последних сил работают. Но работают достойно. И когда вот говорят люди, что мы там по полчаса ждем автобус, у нас в Уральске нет такого, чтобы по полчаса ждали. Хорошо, вот давайте как раз жители нашего героя и спросим, обижаются они или нет. Вас обижают то, что они сетуют на что, что им не хватает на проезд, что нужно поднять проезд. Вы знаете... То они тоже обижены перевозчиками. Я сама работала на маршруте 6 лет. Я вас умоляю. Они хорошо имеют. Очень хорошо имеют. Они не могут домой приехать пустыми. Они кем там работали, простите? Я кондуктором. Я работала с мужем кондуктором, да. И если, допустим, мало оставался, они план не додадут. Но себе они возьмут. Они пустыми домой не поедут. Потому что они 16 часов зря ездили, что-ли в 5 утра встают, да, и приезжают в 11 часов. Поэтому то, что они не имеют, я вообще не согласна. Если бы я из своем опыте это не знала... Давайте пока подключим наших телезрителей тоже. Телефон прямого эфира 269077. Вы можете присоединиться, задать свои вопросы нашим перевозчикам и высказать свои пожелания. Вот вы говорите, вы работали кондуктором, да, как раз удачное совпадение сегодня для нашей темы. Да. Если вы не выполняли план, что тогда, чем это грозило? Ничем. Просто там зарплата очень маленькая. 20 тысяч, да, была. Вот мы у Баклана работали. Зачем она нам нужна, если мы, в принципе, и в день неплохо поднимали? Если мы не выдавали план, то они просто высчитывали зарплату и все. Мы ее не получали. Поэтому... Печальная картина вырисовывается. Алмаз Нариманович, вопрос, наверное, тоже к вам, да, в этом плане. Насколько все-таки организована работа? Может, перевозчики в самом деле недовольны теми субсидиями, которые Оскар Зайгевич говорил, есть? Той суммы проезда? Ну, по субсидиям, субсидии как бы выделяются. Мы же не можем, там, у нас нет бюджета, как говорится, 3 миллиардов этих денег. С нашей стороны работы ведутся, субсидии выделяются. В этом году субсидии вылились более 180 миллионов денег. Да, вот ваши представители как раз и говорили, Алмаз Нариманович, что приходится просить в республиканском бюджете. Да, в республиканском бюджете. Мы направляли письмо уже в республиканский бюджет о просьбе. То есть не в республиканском бюджете, мы в управлении транспортно-автомобильной дороги письмо писали. По поводу этой суммы, 3 миллиардов в тенге. Роботы с нашей стороны как бы ведутся, мы как бы... Ну вот хотим субсидии, чтобы выделяли субсидии для нашего перевозчика, чтобы работа хорошо шла. Ну, от перевозчика тоже есть проблема перевозчика. Это выходит не выход автобуса. Потом вечерний сход, ранний сход. Вот недавно под председательством нашего Акима города было совещание с руководительного отдела нашего города по проведению мониторинга и анализа транспортных, маршрутного транспорта. Через каждого отдела, каждый специалист будет выезжать, будет проверять маршруты. И вечерний график, и техническое состояние автобуса, санитарное состояние автобуса. Потом также, чтобы и водитель не курил, и по мобильному не разговаривал. Фиксировать на сотовой, будет фиксировать на видео, фото и прислать нам. После этого мы будем принимать соответствующие меры. Ну, в самом деле, мероприятия принимаются, потому что вы неоднократно встречаетесь с перевозчиками. Нет, работы ведутся, конечно. Наши коллеги-журналисты, свидетели тому пытались найти общий язык, да? А часто удается наладить такой диалог и с перевозчиками, и с жителями? Ведь вы между ними, получается, стоите? Конечно, мы налаживаем. Мы стараемся наладить и с перевозчиками, и с жителями. Бывает, жители обращались по изменению маршрута. Мы выходим на встречу, мы как-то проблем как-то решаем, какие проблемы решаем. Понятно. Давайте вернемся к вам, Аскар Загевич. Вот вы говорите, защищаем интересы перевозчиков, да, что перевозчики недовольны там. Но есть, к сожалению, такие частные случаи, когда сами водители, не секрет, вот недавно полиция проводила рейд как раз, оперативно-профилактическое мероприятие, где были выявлены много нарушений самими водителями. Допустим, превышение скорости, разговор с мобильным за рулем, да, когда одной рукой держишь телефон, другой рулишь, либо грубость кондукторов. Вот как часто, как вы считаете, нужно ли наказывать все-таки таких вот нерадилых водителей? Видите, дело в чем, ну здесь, как сказать, в общем объеме нарушений правил дорожного движения водителями автобусов и водителями частного, легкового транспорта, государственного и прочего, оно, в принципе, ну, как говорится, в этой же струе находится. Но обращать внимание на себя нарушения водителями автобусов, это причина в том, что сейчас водителей автобусов нет, их не хватает. Нет водителей автобусов, никто не хочет на них работать. Вот сейчас приобрели новый автобус. Вот в частности, вот сейчас вот упомянули компанию Уралтехсервис, с которой руководителем работает Баклан. Вот он приобрел 15 новых автобусов сейчас, которые сейчас вышли на линию. Три автобуса у него стоят, потому что нет водителей. И они вынуждены, там, из тех, кто у них третийсортный водитель, перевезти его, там, в первосортного, посадить его на автобус, чтобы он ездил. Но, однако, даже из третийсортных уже выбрать некого. Понимаете, как получается? Желающих нет. Ну, грубо я просто говорю. Нет желающих работать на автобусе. Вот с этим проблема возникает. Хорошо, давайте продолжим, Аскар Зайгевич, после звонка телезрителя. Потом поговорим. Ну, звонок вот, нет, сорвался, но у нас звонила пенсионерка, успела задать вопрос, да, касательно того, что билеты вот эти вот, вот они у меня в руках, я сама каждый день передвигаюсь. Вот эти вот билеты, да, он спрашивает, насколько они имеют юридическую силу. Если он потеряет, бывает, что штрафуют, при мне вот кондукторы штрафовали. Где, говорит, ваш билет, иначе штраф там сколько, тысячу сейчас составляет? И сколько перевезли вообще за год, он интересуется, граждан? Много, Алмазович? Много перевезено, билеты, билеты задаются. Так, сейчас я не могу число сказать, сколько там перевезено, но данные есть у нас. Пожалуйста, можете обратиться, позвонить к нам по телефону 50-0-4-0-2, мы скажем, у нас будет информация, у нас есть проблема. А вот касательно билетов, имеет право же, да, штрафовать, вот как в автобусах пишут, штраф за безбилетный проезд. Это правила такие, да? Это в правилах есть, да. Ага. Ну вот немножко отвлечемся от нашей проблемы, вот касательно билетов, коли коснулись, да? Давайте поговорим вот с нашей девушкой, она вот замолчала. Как раз представитель компании, которая занимается электронными проездными, это новшество, которое сейчас внедряется. Асель, вот расскажите, чем они эффективны все-таки, и пользуются ли жители они спросом сейчас? Во-первых, всем добрый день, и разрешите поздравить всех казахстанцев с наступающим праздником, с Днём независимости Республики Казахстан. Как раз-таки благодаря тем людям, тем личностям, которые внесли огромный вклад в приобретение независимости нашего государства, мы имеем возможность реализовывать свои идеи, свои проекты, и как раз-таки вот в руках у меня транспортная карта города Уральска. Это и есть автоматизированная система без наличной оплаты за проезд. То есть сейчас весь мир и Казахстан стоят на пути автоматизации. И это тоже не обошло страной, наш родной город Уральск. В городе Уральске сейчас внедряется проект о внедрении электронного билетирования на городских маршрутах. Данный проект реализуется в рамках двух государственных программ. Это цифровой Казахстан 2020 и Smart City. Сейчас наши транспортные карты города Уральска в двух форматах, то есть единые и школьные. Стоимость данной карты 400 тенге. За 400 тенге наши пассажиры, жители города Уральска, приобретают не только карту, да? Там на балансе уже 300 тенге имеется. Также для жителей города Уральска есть возможность оплачивать за проезд не только транспортными картами, но и до конца текущего месяца. Они могут оплачивать уже за проезд безналичным способом с помощью всех банковских карт, с помощью брелков, с помощью браслетиков и с помощью колец. То есть они на данном этапе тестируются и в конце данного месяца уже можно будет совершать оплату. Это замечательно, Аселя. Вот насколько зрители наши, горожане, они покупают эти билеты, нравится им пользоваться? Да, конечно. У нас от компании Китейс Костронсервис, значит, центр обработки данных и центр поддержки связи с пассажирами, да, круглосуточно. То есть каждый день без выходных с 9 до 10 обращаются, где покупать, как приобретать, как пополнять. Да, конечно, при приобретении этой карты важно запомнить выгодный тариф по нему и правила пользования. Но отзывы какие сейчас? Отзывы очень хорошие. Для того, чтобы данная карта была максимально привлекательной для как раз таких пассажиров, на карте создали тариф, выгодный тариф. То есть по данной карте вы будете оплачивать проезд не 80 тенге, а 70 тенге, но при условии пополнения от 2000 тенге. С каждой поездки 10 тенге в виде бонус возвращается вам на карту. Например, вы пополняете на 2000, у вас общая сумма поездок 25 и 250 тенге на карту в виде бонуса в конце месяца вам возвращается. Если на 4500 тенге и так далее, чем больше вы пополняете, тем больше бонусов. И в итоге у вас один проезд 70 тенге. Действительно, очень удобно. Оскар Загевич, вот как вы считаете, перевозчики принимают такое электронное билетирование, вот эти новшества все? Вот сейчас правильно сказали, что весь мир идет к этому. Ну, мы тоже в этом мире живем. Мы должны к этому делать. Перевозчики в принципе не против. Но существует одно «но». Понимаете, в чем дело? Какое? Что правовой базы для внедрения электронного билетирования пока еще нет. То есть в этом году принята программа по развитию автобусных перевозок пассажирских. В котором написано, что до конца, вернее, до 2019-2020 годы принять нормативно, вернее, разработать и принять нормативные базы по внедрению электронного билетирования. То есть нормативных базы пока еще нет. Хорошо. Как они ездят, если нет нормативной базы? В связи с этим возникает некоторое, ну, скажем так, непонимание между перевозчиками и теми, кто внедряет. Непонимание в чем. То есть, например, в связи с внедрением электронного билетирования перевозчики несут дополнительные затраты. То есть, значит, терминал, который у кондуктора находится, перевозчики за этот терминал оплачивают этой компанией аренду. Вынуждены оплачивать аренду. Вынуждены оплачивать аренду. Грубо говоря, отступать. Плюс ко всему. Оскарль Загиевич, наш телезритель, послушаем, он ждет очень хорошо. И продолжим. Вы в эфире говорите, да, слушаем вас. Можно сказать об этом? Да, да, слушаю. Вы из обоих, мне нужно сказать или... Конечно, повторите ваш вопрос, потому что мы его не слышали. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Альнура, я проживаю в поселке Чиганск. Я хотела бы, во-первых, поблагодарить, что внедряете такую систему, очень удобно и выгодно. И теперь у меня такой вопрос по поводу школьной карты. Будут автоматически с ней снимать оплату или также на терминале будут выбирать функцию? Взрослый, детский. И у меня второй вопрос по поводу возврата средств. Здесь семья возвращается в каждой поездке. Эти деньги как-то субтитизируются или они за какой-то счет возвращаются? Хорошо. Какие-то вопросы? Ваши вопросы понятны. Да, вот, Асиль, мы нашли вам первых клиентов, да? С вас комиссия, во-первых. А во-вторых, расскажите про школьников. Вот как насчет школьников и детей младшего возраста? До внедрения электромобилитера, значит, у нас были только единые карты. То есть, эта карта могли пользоваться как и взрослые, так и дети. Значит, с недавнешнего дня у нас появились карты школьные. То есть, по этой карте школьник оплачивает за проезд и терминал автоматически снимает соргтинги. То есть, кондуктору нет необходимости менять на терминале, значит, пункт оплаты, то есть, на взрослые и детские. То есть, автоматически соргтинги снимается. И также, второй вопрос, да, касательно бонусов. Бонусы от каждой поездки 10 тенге возвращаются от компаний на карту. То есть, китайская страна сервис вам возврат бонусов делает на свой счет. Понятно. Значит, это и дети можно, и взрослым, и всем. Да, конечно, да, на тариф действует. Вот теперь давайте вернемся к нашей ложке дегтя и Оскару Зайгевичу продолжим слушать. Оскар Зайгевич, вы сказали, что приходится им платить. Не приходится, но там, да, оплачивает арендную плату. То есть, компаниями в аренду предоставляет это. Арендную плату, плюс ко всему несут затраты на приобретение вот этих... Вот этих автоматок, терминалов, да? Это билетов самих, то есть рулонов вот этих, это второе. И третье, значит, с каждой транзакцией 4% оплачивается вот этой компанией данной. Почему перевозчик должен нести эти затраты за свой счет? Вот вопрос в чем. То есть, оно не отрегулировано все это, понимаете? То есть, перевозчик от внедрения электронного билетирования несет дополнительные затраты. И затраты очень хорошие. Хорошо, а вы же ожидали, что вам бесплатно вот это все установят, терминалы будут, да? Ну, это вот поэтому, при принятии нормативно-правовой базы, наверное, все вот эти нюансы будут как-то отрегулированы, понимаете? Мы вот этого ждем, когда все это дело будет отрегулировано. Тогда все будет как-то, по-видимому, войдет все в нормальные отношения. Понятно. Алена, вот как вы относитесь к этим электронным проездным? Вы пользуетесь этим? Нет, не пользуюсь. Мне лучше по старинке заплатила все. Я не люблю вот это. А потом, раньше вообще, когда только они вышли, тоже были они по 400 тенге, но говорили, что карта пустая и всего лишь на одну поездку. Вот, поэтому я как-то не рискнула им пользоваться и до сих пор мне лучше заплатить. Чем карточку. То есть вам неудобно? Угодно. Ну, в самом деле, действительно, мы все равно же, согласитесь, должны идти, как сказано и в программе, цифровой Казахстан, должны идти вперед. В Казахстане есть программа, дорожная карта называется, утвержденная Сбаева. По дорожной карте мы работаем и внедряем эти электронные билетирования. Ну, разумеется, вот я и говорю, как раз без прогресса невозможно. Мы должны идти вперед, внедрять электронные карты. Вот система СМС-бас у нас появилась, да? И инфобас, когда известно, где находится автобус и скоро ли он придет. Удобно для пассажиров, для жителей. Это все должно быть, но с умом, да? Конечно, но работы все равно ведутся. Вот мы вот 13 августа внедрили на трех маршрутах. Это Семерка, Пьешь, 39-й. После приобретения Уралтихсервиса 15 автобусов на 20 маршруте, то там же внедрили тоже на 20 маршрутах. В данное время на четырех маршрутах электронные билетирования. Понятно. Сейчас поступило еще 100 терминалов, валидаторов. Хорошо. Поверим еще на других маршрутах. А, Маслари Иванович, давайте примем телефонный звонок телезрителей и продолжим. Давайте, давайте. Хорошо? Добрый день, говорите. Павел. Да, да, слушаем вас. Так, с помимо моей, о чем Павел Галинга Галинова. У меня вопрос, вот там сидит начальник, да? А почему не хватает шоферов, что они мало им платят, и условия работы ужасные? Почему вот этот вопрос? Почему не хватает? У нас же безработица, молодежь сидит. Вот. И еще я бы хотела обратить внимание начальству на ужасные условия в автобусе и маршруте 43. Итак, у нас конец города. Конец города. Остановок нет. Мы на ветру стоим. На обостановке Джамбула какая-то плита выхербленная вся. Там травматика. Виза. Это ж дорогу ремонтировали. Кто-то положил в карман большие деньги, чтобы тебе дворцы строить. Остановка, травматика сплошная. Это какие мозги надо было иметь, чтобы вот эту не предусмотреть. Хорошо, хорошо. Спасибо, ваши вопросы понятны. Я напомню, телефон прямого эфира 26 90 77. Вы можете задать свои вопросы касательно перевозок. И говорим мы сегодня о пассажирском транспорте. Алмаз Нариманович, давайте ответим все-таки нашим телезрителям. Как вы сказали, Гитя говорил, по 43 маршруту, что старые автобусы. Вот планируется в январе Урал Автотранс приобрести 7 новых автобусов. Марки Вектор. Вместимость там 70 человек. И потихоньку будут приобретаться и как бы менять, убирать автобусы старые. Работы же ведутся. У меня замена новых автобусов сейчас. Вот в отношении водителей тоже вопрос задали. Почему не хватает водителей? Как решить не хватает? Ну, во-первых, у нас в Уральске не готовят водителей. Автошколы не готовят водителей для автобусов. Вот в этом большая беда. Почему не хотят людей идти? Во-первых, заработная плата низкая. Во-вторых, мало кто в настоящее время, мало кто хочет работать на автобусе. Почему водители приходят на работу в 5 утра и заканчивают работу в 12 часов ночи примерно? Понимаете? Очень тяжелые условия труда. Плюс еще с людьми тяжелые работы. И целый день. Вот представьте себе, целый день с утра до поздней ночи вот так вот ездить. Целый день напряжения. Целый день напряжения. Это сложная работа. Это не просто так. Плюс ко всему, условий действительно нет. Вот даже если взять конечные остановки, взять, вот водитель должен приехать на конечную остановку, ну, у него там отстой. Он должен перекусить, поесть что-нибудь, правильно? Туалетов нет. Условий нет. Ну, нет условий. Хотя, вот, претензию к Алмазу скажу, в правилах перевозки пассажиров и багажа написано, что местные исполнители обязаны оборудовать все дело. Я понимаю, что средств не хватает. Постепенно все это делается. Постепенно все решится. Давайте о правилах поговорим, Оскар Зайгевич, после звонка телезрителя. Добрый день, говорите, слушаем. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему по Доповской улице вообще автобусы не ходят? Здесь столько домов, вот, новую, по-моему, 9-этажку построили. Ни одного автобуса нам приходится идти на Евразию улицу. А весной грязь. Мы идем туда на остановку, в 8-й школу. Скажите, пожалуйста, будет ли автобус по Доповской ходить? Спасибо. Спасибо. Многие жители, действительно, Алмаз Нариманович, спрашивают, когда временно обходили 22-й и другие автобусы по Доповской, было удобно, сейчас нет? До закрытия Доповского моста маршруты там не ездили. Потом после закрытия, допустим, туда временно было. И как бы открыли мост, и все маршруты по своим пустили. Все авторы по своим маршрутам пустили. Сейчас рассматривай этот вопрос. Я хочу в дополнение сказать. Я не помню. В 2014-2015 году, я работал на месте Алмаза как раз, мы открывали экспериментально маршрут. 5 месяцев у нас ходил автобус, именно по Доповской. В результате мы были вынуждены закрыть. Почему? Потому что пассажиров нет. Ну, здесь жилого массива нет никакого. Ну, сейчас вот единственное, один дом построили, вот этот новый, вместо аварийного. А так жилого массива нет людей особо. У меня-то пассажиропотока большого вообще нету там. Поэтому вынуждены были закрыть. Хорошо, давайте вернемся к нашему жителю. Алена, вот скажите, вы сами говорите, работали, да? Шесть лет, по-моему. Насколько действительно тяжело вот с кадрами, вот говорил сейчас Оскар Загевич, водителей подобрать, тем более опытных? Очень тяжело. На самом деле не идут работать водители, потому что... Ну, это действительно целый день напряжения. Сейчас такое движение вообще у нас... Столько машин, знаете, как в самом большом городе. Такие пробки. И чуть какое-то неверное движение, да, это все-таки может быть и ДТП. Сколько у нас их в городе было. Поэтому... И потом они встают же рано, они не высыпаются. Вы представляете, они по 16-18 часов за рулем. Это очень тяжело. И они работают, там, если два дня подряд работают, то что они спят по три часа. Пока они приедут домой, пока покушают там свои дела, да? Ложатся спать. А через три часа опять вставать. Поэтому я считаю, что это очень тяжелая работа. На самом деле. И неблагодарная работа. Со стороны жителей, вот, со стороны пассажиров. Потому что очень тоже много негатива. Каждый учит, каждый лезет. Да ты что, дрова везешь? Или там... Потому что если какая-то машина выворачивает, да, они просто тормозят слишком резко. Вынужденно. И начинается там у нас с салона такой вообще ажиотаж. Поэтому тяжело. Очень тяжело. Понятно. Очень сложный вопрос. Действительно получается, как будто замкнутый круг. Население недовольно. Водителей хороших не хватает, тем более опытных, да? Но давайте после звонка как раз и продолжим вот эту вот еще одну наболевшую, краеугольную, можно сказать, тему. Добрый день, говорите. Слушаем вас. Здравствуйте. Вот вы только что ответили сейчас по Доповской улице. Не ходили, экспериментально пускали автобусы. Они все обходили через Доповской мост тогда. Они прям ездят и говорят, мы здесь не едем. Едем через Доповской мост. Я бежал, вот эта восьмерка или какой-то там маршрут ставили здесь. Открывали. Они все ни один здесь не ходят. Выйдешь на Доповскую, стоишь 20 часов ждешь, а они ни один здесь нет. Поэтому это все, ни контроля никакого не было за этим водителями. Они здесь не хотели ездить. Теперь сейчас здесь 3 или 5 домов крупных, больших поставили. Здесь жильцов много и частных домов. И все автобусы 33, 43, 8, 52, они все ходят по Дзержинской улице по одному маршруту. По одному маршруту. Почему не сделать один маршрут, завернуть под Ипоской, выйти на Петровскую и пойти на Ваннерман? Почему вот эта улица объезжает, мы как непрекаяны здесь. А весной, осенью все ходим через грязь на Дзержинскую улицу до ноября. А здесь нету, вы на микрорайонах работали. Хорошо, ваше пожелание понятно, да. Алмаз Нариманович, только что мы ответили действительно телезрителю, что может быть появится вот и проезд по Доповской, да? Как я до этого говорил, мы рассмотрим вопрос, эту проблему рассмотрим. До этого обращались тоже люди, просили. Мы сейчас смотрим, какой маршрут может быть по Доповской пустить. Там один дом построили, вот этот новый. Но только что, действительно, Алмаз Нариманович, мы только что обсуждали до звонка телезрителей, что получается какой-то замкнутый круг. Есть какое-то решение, как вы считаете, чтобы и водителей хватало, потому что это сказывается потом на жителях, чтобы жители были довольны. Есть какой-то компромисс, как вы думаете? Ну, компромисс. Здесь как бы водитель, это нехватка. Это не только в нашем городе, это как бы и везде, это нехватка водителей. Конкретно я ничего по водителям, конкретно я не могу сказать. Это острая нехватка сейчас идет. В связи с этим и выход автобусов черноватый. То есть из-за этого интервал уже больше становится. Работы ведутся. Интервал больше из-за нехватки водителей, да, получается? Ну, выход автобусов. Выход автобусов тоже. Угу. Хорошо. Ну, мы надеемся, что все-таки этот вопрос решится, да, все наладится. Но, на самом деле, вот некоторые телезрители спрашивают, какие еще перемены намечены, вот какие планы? Может, ждет что-то хорошее? Потому что Новый год впереди. Новый год. Что мы планируем действительно в новом году с новыми автобусами ездить, да? Ну, вот, да. По поводу новых автобусов в планах на следующий год. Планируется на следующий год через БРК Лизинг приобрести новые автобусы отечественного производства, то есть марки ДЭО. Угу. Угу. Уж на следующий год уже видно будет. С перевозчиками, с перевозчиками, с БРК Лизинг работаем. Угу. Хорошо. Давайте примем еще один телефонный звонок и продолжим. Добрый день, говорите. Слушаем вас. Слушаем. Да-да, слушаем. Алло, здравствуйте. Предусмотрен ли какой-то бесплатный, значит, проезд? Кто сейчас пользуется бесплатным проездом, предусмотрен ли что-то в электронном виде в дальнейшем? Угу. Понятно, спасибо. Асиль, у этого вопрос к вам. Вот сохранится какой-то бесплатный проезд для тех, кто будет приобретать электронные билеты? Как вы считаете? Значит, изменения по транспортным картам на будущее еще будет. Будет дополнение, так как это до сих пор в пилотном режиме, тестируются некоторые моменты, как выгодно для граждан, как выгодно для пассажиров. Для этого и создан был выгодный тариф по карте 70 тенге проезд, а не 80. И также хотелось бы отметить, что изначально, с 13 августа, когда мы запустили этот проект, карта стоила 400 тенге, и баланс был там 80 тенге. Сейчас там баланс не 80 тенге, а 300 тенге. И раньше в начале бонусы были по 5 тенге, а сейчас от каждой поездки бонусы 10 тенге. И еще хотелось бы сказать, что специально для пользователей и владельцев карт мы еженедельно разыгрываем различные розыгрыши. То есть система улучшается, да? Да, конечно, с каждым разом, с каждым днем. Еженедельный розыгрыш. Вот уже в ноябре у нас был розыгрыш на 3 транспортные карты с номиналами на 100 бесплатных поездок. Это первое место. Второе место на 50 бесплатных поездок. И третье место 25 бесплатных поездок. Уже победителями определили. Сегодня как раз заканчивается еще один розыгрыш. То есть после обеда мы подведем еще один розыгрыш. То есть все делается для зрителей, да? Вы как раз телезритель, давайте послушаем. Возможно, есть еще желающие приобрести именно билеты. Добрый день, говорите. Слушаю вас. Здравствуйте. Это жительница Город Буральская. Вы мне сказали про этот газет 37-й. Как он вообще ходит? Я его по 40 минуту не могу дождаться. Я внучка вожу в 4-ю школу. Мне он нужен. Поэтому я хотела бы узнать подробно. Как он вообще ходит? И можно ли его дождаться? Хорошо, спасибо. Алмаз Нариманович. По 37-м маршруту он ходит через Штыбы. Также через Кухстанский по Курмагалиеву. И в сторону этого ДВД. По 37-му сейчас второй рабочий. По второму рабочему и для удобства жителей. Мы пустили 4-й маршрут и 3-й маршрут. То есть кроме 37-го маршрута у нас есть и другие маршруты. И звонили, и благодарность было от жителей, что мы туда запустили эти маршруты. Возможно, они по привычке просто ездят, поэтому не знают, что есть и параллельные рейсы. Как бы не знают, потому что информация уже была по соцсетях. Сейчас уже по 3 маршрута на второй работе до этого один маршрут был, а сейчас 2 маршрута сверху опустили. Понятно. Но мы не успеваем действительно все обсудить. Нас прерывает то и дело телефонные звонки телезрителей, которые неравнодушны к этой теме. Добрый день, говорите. Здравствуйте. 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 Мене коль карты жөнде сұрак ойен деген. Айта вернесь. Коль картын біздер оснастан сен файдаланамыз. Утиянғайлы. Мен Аселхамуға сұрак ойен деген. Бан картынмен жалакыны кашанам бастап түлуге булады. Және тқалай. Сол жүрде толы ақпарат беру. Аселге сұрак, да? Да. Алло. Да, да. Ага. Все. Вопрос понятен. Спасибо. Можно ли пополнять не только наличными, через банковские карты? Как это вообще пополняется? Да. Вообще был вопрос, как оплачивать прайсы с помощью банковских карт. Да, и банковскими картами. Да. Изначально для того, чтобы оплачивать банковские карты, нам необходимо было зарегистрировать в нашем центре, да? А сейчас, в конце декабря, вы уже можете оплачивать. Не надо никуда регистрировать, предоставлять никакие документы просто оплачиваете за проезд, прикладываете к терминалу, который есть на данных маршрутах 5, 7, 20 и 39. И все. И также здесь хотелось бы отметить, что как раз таки именно вот этот вот выгодный тариф по 70 тенге, но банковские карты не действуют. Угу. Понятно. Алмаз Нариманович, вы проводили какой-нибудь анализ, либо исследование, может, небольшое. Вот эти электронные услуги, смс-бас, инфобас тоже система. Да. Нравится жителям? Ну, жителям, конечно, нравится. Это удобство, во-первых. В данное время уже вот сейчас, сколько, реализовано больше 6 тысяч транспортных карт и уже и транзакций, и больше 50 тысяч транзакций вы провели уже. Как бы люди уже покупают и удобство, во-первых. Не надо там копейки таскать с собой. Карточку в кармане оплатила и все. Работу, конечно, проводим и ездим, мониторим. Специалисты наши уезжают с нашего отдела, проверяем, как кондуктора принимают карточки. Нюансы есть, не без этого. Работаем как это все. А вот количество рейсов вот будет увеличено, да, чтобы на всех автобусах действительно? Маршрутов имеете в виду? Да, маршруты. Да, вот видите, 100 терминалов привезли. Сейчас планируем на 16 маршрут, на 3, на 35 маршрут. И еще дополнительные сообщения, какие еще маршруты. Данную информацию мы будем как раз таки информировать в социальных сетях. Это Инстаграм, Ватсап, ВКонтакте, Фейсбук. Да, соцсет сейчас очень развита. Еще у нас продолжает быть развита телефонная связь, по которой у нас есть очередной звонок. Добрый день, говорите. Слушаем вас. Да, да, говорите вы в эфире. Ну, видимо, стеснительный телезритель. Давайте продолжим все-таки. Значит, жителям нравится, да? Слушаем вас. Вы здесь? Все, ну ладно, подождем очередного звонка. Алмаз Нариманович, вы говорите, жителям нравится, да, вот эта система СМС-бас, инфобас, электронные билеты. Вы планируете еще как-то расширить? Ведь программа цифровой Казахстана предполагает более широкое использование. Ну, мы так уже СМС-бас внедрили и электронный билетирование, вот, валидаторы внедрили. Угу. Угу. Планируете расширение оси? Вообще по транспортной карте очень удобно пользоваться. И здесь самый главный момент – это быстрота оплаты. То есть по карте оплата происходит в течение одной секунды. Прикладываете к терминалу, и в течение одной секунды терминал вам выдает электронный билет. На каждом электронном билете вы будете видеть остаток, ваш баланс. Также вы по карте полностью дитализацию всю прозрачную вас систему можете запросить в кулцентр, который указан на каждой карте. И здесь я бы хотела пассажирам напомнить о том, что мы вообще, когда разговариваем с клиентами, с пассажирами, там нам звонят, пишут, у нас обратная связь всегда, весь день, да, обязательно. И у них были такие предложения, почему вы выпускаете акции, розыгрыши только на бесплатные поездки. Значит, обращать студенты, почему там на телефон не разыгрывать и так далее. Вот. Как мы и обещали, мы запускаем новую акцию. И, значит, что нужно сделать для того, чтобы принять участие? Мы подробно осели, сейчас не будем загружать наших телезрителей, более подробно мы узнаем. И, кстати, тоже я планирую вот эту карту взять, все-таки попробовать. Потому что, говорите, они одно, а пользуют совершенно другое. Давайте примем телефонный звонок телезрителей, потом продолжим дальше. Добрый день, говорите. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, да, здравствуйте. Ага. Вот я живу на Тайманово, да, 221. У нас автобусы ездят только 7-ка, 4-ка и 6-ка. Почему там 35-й не ездят? Я вчера ездила на 35-м, с той стороны мост объезжает. Почему нам 35-й, 13-й хотя бы не заезжают? Мы не можем ни в центр попасть, ни в район 6-го не можем попасть. Угу. Спасибо, вопрос понятен. Алмаз Нариманович, давайте я еще свой вопрос добавлю. Угу. Во-первых, почему там не ездят, как спрашивают телезрительницы, да, жительницы. И второй вопрос, схема движения, она вообще будет меняться или такой же останется? Схема движения меняться не будет. Мы уже и меняли, и люди обращались, пассажиры, жители обращались об изменении маршрута. Мы маршруты уже так меняли и так меняли. Мы данный маршрут уже оставим, 35-й маршрут. До этого они просили, чтобы заезжали на Карбышево. Ага. До этого он на Карбышево не заезжал. После закрытия моста мы направили его по Курмангалеево и на Шолохово. Угу. А сейчас мы, после обращения жителей, мы направили на Карбышево 35-й маршрут. Угу. Больше после этого как бы жалоб не было на 35-й маршрут. Он сейчас объезжает, по-моему, все Карбышево, по Исинжаново, на Шолохово и по Курмангалеево через поликлинику. Угу. Угу. Ну, Мастер Иванович, вот, на самом деле, всем угодить тяжело, да? Конечно, всем не угодишь, да. По их улице именно проходил автобус, проходили вместительные автобусы, хорошие. Угу. Всем угодить, конечно же, невозможно, да? Но что вы еще планируете? Может, как я уже говорила, схему движения поменять, новые автобусы, что-то еще? Планируются какие-то инновации? Ну, мы как бы сказали, что вот, ну, мы приобрели уже 35 автобус новых и планируем на следующий год приобрести. А по изменению схемы маршрута, мы уже как бы изменили уже маршрут после закрытия моста, таких уже изменений не будет. Кстати, давайте напомним телезрителям, надолго ли закрыли мост? Сколько времени надо? Ну, вообще, главное, на два года. Два года? Да, взяли два года, ну, постарались как бы, как Диповской мост, пораньше все это. Угу. Хорошо. И еще один вопрос от телезрителя. Добрый день, говорите. Алло. Да, да, слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Какой вопрос у вас? Я хочу, я живу в ПДП-2 в Геркурии, и я хотела бы, чтобы остановка была, остановка Румья, потому что мы, пенсионеры, нам далеко, остановка сильно, прям далеко, ну, километр, что ли. И еще я хотела, чтобы минуты, не 20 минут было между ними, а где-то хотя бы 10 минут. Ну, то есть, ну, да. Например, селекционный идет, 4 авто проходит, и наш, мы только приходим. Спасибо. Угу. Спасибо. Ну, я думаю, это был один из последних телефонных звонков, потому что у нас действительно не хватает времени, чтобы обсудить нашу главную проблему. Алмаз Риманович, давайте ответим. Ну, по Румье. В Румье, я это хочу сказать, по Румье есть остановка по требованию, то есть, если жители просят останавливаться с семеркой-то. Потом по увеличению автобусов, имеется в виду, там и так уже по договору еще положено 32 автобуса. В данное время по семерке ездит 37 автобусов. То есть добавили, дополнительно добавили. В связи с закрытием моста добавили на УМОТ еще один автобус. Сейчас уже 11 автобусов ездят. Ага. Потому что интервал сейчас большой столок, вот, как бы, объезд пошел из-за этого и добавили. Ну, сокращается постепенно интервал? Ну, как постепенно сокращается? Добавили вот один автобус, 11 автобусов сейчас… Ну, когда как ездят? Сейчас 20 минут интервал. Да. Когда бывает маленький интервал, да. А когда бывает, что прям между ними действительно хорошее время. Алёна, это бывает такое, что если у нас хоть заехал автобус, уже интервал увеличивается соответственно. Бывает такое, что, допустим, если сломался автобус, да, переднего или заднего графика нет, они же делают между собой. Бывает то, что интервал большой. А когда все выходят на ленту, да, там 5-6 минут интервал. Вот сейчас… Сейчас Сиризитин сказал, что просит остановку там перенести куда-то, чтобы ей поближе было далеко идти. Просто так все это дело не делается. То есть, существует правило перевозки пассажиров в багажа, в которых написано, что расстояние между остановками в черте города должно быть не менее 800 метров. 800 метров между остановками в городе должно быть. Это согласно правилам. Вот и все. То есть, на все существуют свои правила? К чему мы, вернее, с вами приходим вот сейчас, ближе к финалу программы? Вот вы, Оскар Загевич, говорите, что перевозчикам не хватает субсидий, денег, что им сложно, не хватает водителей. Вал Масна Риманович, говорите, что местный бюджет, к сожалению, не резиновый. Приходится спросить у республики, если, конечно же, дает, и этих денег тоже не хватает. Между вами остаемся мы, жители. Что делать нам? Давайте, может, найдем какое-то общее решение, примем общий, найдем пути выхода. Либо нам всем терпеть и просто сочувствовать друг другу. Они довели как были, они так и останутся. Я хочу сказать, что так же, как и перевозчики, и вот организатор перевозки, вот в лице отдела пассажирского транспорта Якимат, прилагают все усилия. Все усилия. Честное слово, вам говорят, Мариман не зря сказал, вернее, Алмаз не зря сказал, что работают прямо в упор. Действительно, прилагают массу усилий для того, чтобы улучшить все это дело. Не просто так вот отработать день и все. Также и перевозчики, водители, руководители предприятий, Акимат, отдел пассажирского транспорта работают в тесном контакте для того, чтобы улучшить все это дело. Но мы стараемся. Как оно получается, оно судить вам уже. Хорошо. Алмаз Нариманович, что вы скажете? Можно какой-то компромисс найти? Либо каждый останется при своем? Нет. Компромисс-то можно будет найти. Вот для этого и отдел существует. Будем работать, обращаться, если будут, будем какие-то экономные приходить. Обращаться. Давайте еще раз напомню, куда жителям обращаться? В отдел пассажирского транспорта автомобильных дорог. Телефон? 50-04-02. Понятно. Алена, ну как вы считаете, насколько у вас хватит вообще терпения и есть ли оно еще? На то, пока все устаканится. Вы думаете, у нас есть другой выбор? Если будут какие-то приниматься меры, мы будем только рады. По идее, как были недовольны пассажиры, так они и останутся. Ну, хоть возле самого дома остануясь, хоть еще где-нибудь. Поэтому будем ждать изменений. Надеюсь, к лучшему. Хорошо. Ну, у вас сейчас шанс. Вот и отдел пассажирского транспорта, Акимат он представляет, Алмаз Нариманович. Оскар Загевич представляет интересы перевозчиков, да, ассоциация от их лица. Что вы им скажете от имени жителя? Какие пожелания еще у вас? Ну, вообще, конечно, хотелось бы автобусы, чтобы были в порядке. Чтобы было, как говорится, не жалко отдавать эти деньги. Вот. Чтобы разгрузили чуть-чуть автобусы в отдаленные районы. Чтобы не было такого, чтобы загруженности не было такого. Понимаете? Потому что утром тоже дети ездят, бабушки, там вот эти поликлиники все. Вот. И потом они ездят не только утром, вечером, но ездят они и днем. Все-таки переполненные. Они только в час пик. Вот. Понятно. Асиль, вы сами пользуетесь общественным транспортом? Что вы пожелаете и перевозчикам, и жителям тоже? Да. Тоже часто езжу и пользуюсь как раз таки транспортной картой. Потому что, так как я сама являюсь... Вас устраивает работа перевозчиков? Да, устраивает. Угу. То есть все нормально, да? Да. Только я вот от имени компании все равно хоть осталось мало времени. Призывает. Хотел бы чуть-чуть рассказать вам, что мы запустили новую акцию по транспортной карте. Ну а новая акция, самые любопытные жители, я думаю, обратятся напрямую к вам. Хорошо? Спасибо. К сожалению, эфирное время ограничено. Спасибо за то, что приняли участие в нашей программе. За терпение тоже, Алмаз Нариманович. Хорошо. И надеюсь, что жители получили ответы на свои вопросы. Ну и мы найдем общее решение. Конечно, звонков было немало, но сегодня программа завершена. Но мы не раз еще вернемся к этой теме. Адам Козлевич написал на своей машине антилопе ГНО «Эх, прокачу». Судя по отзывам наших жителей, на общественном транспорте нужно написать просто «Эх». С вами была программа «Ток-шоу». Давайте обсудим. Сегодня мы говорили об общественном транспорте и о всех коллизиях, связанных с ним. Всего доброго.